Далее необходимо места крепления зашпаклевать. Для этого на них необходимо нанести пропитку глубокого проникновения и просушить ее около часа. Пока пропитка просыхает, наклеиваем вокруг работы укрывную пленку на малярном скотче, чтобы исключить попадание краски на декоративное покрытие стены. Разводим небольшое количество шпаклевки КНАУФ УНИФЛОД и шпаклюем отверстие для крепления. Оставляем просушиваться эти места не менее суток. Чтобы не терять время, пока шпаклевка сохнет, покрываем весь барельеф акриловой краской на второй раз. Наносим материал флейцем и распределяем его с помощью валика. Чтобы хорошо видеть, как краска распределяется по поверхности барельефа, необходимо использовать дополнительную подсветку. Неокрашенными остаются только края барельефа, где нам еще предстоит обработать зашпахлеванные места. На следующий день шлифуем просохшую шпаклевку с помощью мелкой шкурки. Далее наносим пропитку глубокого проникновения и оставляем просушиваться не менее часа. Пока пропитка просыхает, покрываем краской боковые части планшета. На следующем этапе на зашпаклеванные места наносим небольшое количество готовой шпаклевки шитрок супер финиш с помощью силиконового шпателя. Оставляем шпаклевку до полного высыхания. Затем очень мелкой шкуркой шлифуем зашпаклеванные места. Так действуем по всем точкам крепления. Пропитываем шпаклевку очень мягкой синтетической кистью, едва касаясь поверхности барельефа. Просушиваем эти места не менее одного часа. Затем наносим краску на оставшиеся неокрашенные места с помощью флейца. Далее распределяем красочный слой по барельефу с помощью валика. Просушиваем красочный слой до полного высыхания. Вот так будет выглядеть работа в готовом интерьере. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях на сайте онлайн школы. Желаю вам творческих успехов! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok